Александр, привет! Сегодня соперник провязал борьбу, вы играли в равный футбол до 1 мм, а не до 1 мм. Потом они убивают четвертую, вам тяжело и вы начинаете открываться. Как считаешь, оправдана ли тактика была, что вы закрыли, сыграли от 1 мм? Может быть, с ними надо было сыграть в открытый футбол? Мне казалось, что такой футбол вам импонирует все-таки. Первый тайм получился равным, мы даже сравнили счеты и были моменты выйти вперед, но и у них, естественно. В открытый футбол играть с таким соперником, это было бы убийство для нас, потому что все-таки у нас один человек оставался бы сзади, они бы развивали просто. Они очень хорошо убегают, очень хорошая пассивка, хорошо комплинировать мяч. В равный футбол открытый, мы бы точно не сыграли, был бы счет такой разоборотный. В принципе, неплохо, но, да, небольшая разница в классе и, наверное, все-таки праздники полукнулись, не нашли, потеряли форму, потому что много праздников. Ну, как говорится, праздники для всех разные, кто-то много празднует, это не так. Если обратить внимание на всех активах, которые мы встречались, были неудобны для вас кто? Манчестер или Кисель? Или, может, кого-то другое будет из вас передать? Ну, у меня неудобно, и для нас получился все-таки вот Кисель, потому что с манчестерами мы равного боролись, они не убегали, то есть они не убежали так в контратаке, как убегают Кисель вообще. Поэтому из-за первого армии паркла на каждом участке поля все бороться один в один, а здесь один в один игроки ходили, а дальше уже, конечно, разница. Если заглядывать наперёд и небольшую ставку делать, на твой взгляд, кто заслуживает первую часть, это, может быть, вы на будущее, конечно, все же. И, честно говоря, просто не упустят. Мне кажется, что они все-таки поддерживают победу. И во втором победе. Но многие ходят. Вот так, ребята. Спасибо за интервью.